Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Добрый день. Слушай историю одной успешной женщины. Она говорит, что когда я заканчивала школу, то я приняла решение, что я буду успешный. В жизни вообще успешным человеком. Она сказала, что я буду успешный, я буду самостоятельный, я буду богатый. У меня будет хорошая семья и в жизни свою проживу счастливо. Так я решила, сказала она. И когда я завершила обучение в университете, то вместо того, чтобы идти работать по специальности, я решила заняться бизнесом, конечно же. Потому что именно бизнес дает ту самую свободу, самостоятельность, силу, возможность проявить себя как личность, выработать себе нужные черты характера и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И я занялась бизнесом. Со временем у меня появилась такая... Я освоила такую методику, я нащупала такую систему. Я приобрела определенные знания, и на основе этих знаний, говорит эта женщина, историю, которую я вам рассказываю, я наловчилась применять определенные приемы, совершать последовательные действия, которые всегда приводили меня к успеху. Чем бы я ни занималась. Главное поставить цель. И вот я ставила цель за целью, цель за целью, и незаметно для себя вдруг осознала как-то, что мне уже 32 года, что у меня серьезный, прогрессирующий, международный бизнес, что я стала личностью, которую уважают и знают в этом мире. И что пришло в конце концов время, когда мне нужно от случайных знакомств взяться за то, чтобы найти себе мужа. В 32 года у меня образовалась цель, рассказывает эта женщина, выйти замуж и создать семью. Слава Богу, говорит она, что у меня была методика, с помощью которой я всегда достигала успеха в бизнесе, какой бы цели я перед собой ни ставила. И я решила, что пора. И вот как я действовала, рассказывает эта женщина. И я вдруг, после того, когда я осознала, что я нуждаюсь в спутнике жизни навсегда, в постоянном спутнике жизни, который будет сопровождать меня до конца дней моих на этой земле, всегда, я стала размышлять над тем, каким должен быть мой избранник. на то, чтобы определить, сложить в голове представление об этом человеке, об этом мужчине, моей мечты. У меня ушло, говорит, недели три. Каждую паузу, каждую возможность подумать об этом, я использовал для того, чтобы представить его. Как он выглядит, какой у него рост, какое телосложение, цвет, волосы, нос, уши, брови. Я представлял его мысленно, внешний вид, все его антропометрические данные. Я представлял, чем он может заниматься. Меня не устраивали большое количество профессий, меня просто не подходили мне. Я бы, например, не хотел, чтобы я ходила с ребенком, с животом и дожидалась мужа, который находится в плавании по 8-9 месяцев. Меня, например, не устраивало. Меня не устраивало, ну и так далее, и так далее. Многие вещи просто были отметены, и у меня в результате долгих трехнедельных размышлений сложился образ. Я уже могла, закрыв глаза, представлять этого человека. Я, говорит, у меня такое ощущение, что я, наверное, уже могла представить, как он пахнет. Я уже могла уже думать о его привычках даже. Иногда я настолько четко его видела, что аж мурашки по телу. Но это потребовалось, потребовались усилия. Время и усилия. Три недели. И, наконец, пришло время, когда у меня все пазлы сложились, и я могла сесть и из своих разрозненных заметок в еженедельнике, которые появлялись у меня периодически, сложить его портрет, полную его картину. И на целом листе бумаги, в подробностях, на нескольких листах я написала, каким должен быть мой будущий супруг. Что он должен любить, какими качествами обладать, как он должен быть воспитан, чем должен интересоваться, что любить, что ненавидеть. Короче говоря, я все самым тщательным образом описала. Закрылась в своей комнате и в тишине помолилась. Я сказала Богу, Бог, ты мне всегда помогал. Бог этот метод всегда срабатывал. Сейчас мне нужен муж. Я ставлю новую жизненную цель. Возможно, это самая главная цель в моей жизни. Мне нужен муж. Мне нужен мой. Мой единственный человек с этими качествами, которые где-то ходят. Он есть. Он есть живой. Пожалуйста, сведи меня с ним. Дай мне возможность увидеть его, распознать и связать с ним свою зельбу. Ты Бог, ты не человек. Ты не можешь обманывать. В твоем слове написано, что если я буду верить в молитвы, когда прошу, то ты мне дашь. Пожалуйста, я тебя очень прошу. Я верю. А вера, я знаю, это осуществление ожидаемого. Я буду ждать. Я буду дожидаться своего человека. И я закончила, как всегда, по своей методике молитву. Поблагодарила Бога за то, что Он откликнулся на мою просьбу. Эту бумажку сожгла и развеяла ее по ветру, чтобы вся окружающая действительность восприняла эту информацию. И с Божьей помощью этот человек проявился наяву. Из моих слов, из моих представлений, из моих ожиданий, из моей веры, а вера есть осуществление ожидаемого, этот человек проявился. Я так делала всегда, рассказывает эта женщина. Я так построила бизнес, я так построила свою собственную жизнь. Я так достигала каждой цели. Это не было легко, это был труд, но именно это и работало. И буквально сразу после того, как я развеяла по ветру пепел от этой бумаги, я стала ожидать от Бога этого человека. Жизнь показала, что этот человек, мой будущий муж, проявился в моем окружении на следующий день. Я не смогла распознать тогда, говорит эта женщина, не смогла распознать, что это был именно он. Но он появился на следующий день. Потом мы встретились через два месяца. На следующий день этот человек появился в моей жизни, и появилась ниточка, которая нас каким-то образом связала. Какой-то шанс на следующую встречу, чтобы я могла его распознать. Через полгода мы уже точно знали, что мы муж и жена. И когда я ему рассказывал и доставал свои записи в еженедельнике, каким он должен был быть, и каким я его себе представляла день за днем, у обоих мурашки по телу бежали. Потому что это было настолько сверхъестественно, настолько это было чудесно, настолько это было ненормально, с житейской точки зрения. Но эта методика работает. И вот эта женщина с детьми, у нее успешный брак, счастливый человек, которого она, портрет, который она рисовала, практически полностью, полностью отвечал тем требованиям, которые она закладывала в своих молитвах к Богу. Зачем я вам рассказываю историю успешной женщины? Я давно слышал эту историю. И давно знаю, что это работает. И давно использую подобную методику. Не все сразу и быстро получается. Не все легко так, как я сейчас рассказал, потому что это требует концентрации усилий, прежде всего мыслительных. Надо об этом думать. Недаром Наполеон Хилл написал книжку «Думай и богатей». Думай. Вот когда я использую таким образом свой мозговой аппарат, мыслительный аппарат, когда я думаю над своими целями, когда я их представляю, то так и происходит. Сегодня я с успехом применяю эту методику в построении бизнеса. Мне потребовалось время, чтобы найти дело. И теперь вы когда-нибудь узнаете, что теперь. Вы подумайте над этим. Возможно, это вам пригодится. Возможно, это можно применить. Возможно, вы можете применить это к своему делу, к своим целям. Не обязательно выйти замуж. Возможно, кому-то надо жениться, а возможно, кому-то заработать денег, а кому-то отдать долги, а кому-то купить новую машину, а кому-то новый дом, а кому-то достичь карьерного статуса, а кому-то помочь маме, а кому-то вылечить детей, а кому-то мало ли у кого какие цели. Я желаю вам удачи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok